Я несколько раз устраивалась на работу, так было. Сейчас я являюсь владельцем, сейчас являюсь тренером, который себя продает, и вы же понимаете, что каждый раз, когда я себя продаю, я устраиваюсь на работу, только временную. И вот, когда вы устраиваетесь на работу, вам нужно понимать, что ваши потребности и потребности того человека, который вас нанимает, они разные. Если вы хотите разговаривать с ним на одном языке, вам нужно понять, кто он такой, что ему нужно, что его интересует. Конечно, один из самых хороших способов устроиться на хорошую работу – это получить образование, которое тебе нужно для того, чтобы на этой работе работать. Буквально на днях я общалась с топ-менеджерами крупных компаний, именно с топ-менеджерами, и мы обсуждали, какие умения и навыки должны быть у топ-менеджера. Вы будете сейчас смеяться. Одним из важнейших навыков топ-менеджера является умение правильно выбирать костюм. Топ-менеджер не должен уметь работать, у него для этого подчиненные есть, но он зато должен уметь выбирать костюм правильно, он должен уметь правильно выступать, он должен уметь правильно общаться с людьми на всяких разных тусовках, он даже должен уметь, в конце концов, правильно дать свою визитную карточку, чтобы ее запомнили, чтобы ее взяли, чтобы записали, чтобы перезвонили и так далее. Поэтому смотрите на тот уровень, на который вы хотите выйти и оценивайте, какие требования там и развиваете себе эти навыки, эти способности, эти умения. Развиваете до какого-то уровня, который подойдет. Это первое. Второе. Помните о том, что вас хотят взять. Это означает, что хотят закрыть какую-то проблему. Подготовьтесь. Изучите проблему заранее. Я помню, когда-то хотела работать в одной компании, и я точно знала, что им сотрудники не нужны, они не собирались расширяться. Но я очень хотела там работать. Я за ними понаблюдала, и я обнаружила, чего у них не хватает. Я пришла и сказала, я хочу у вас работать вот на такой позиции. Кстати, позиция была не та, на которую я как бы предложилась. Я сказала, я хочу работать вот здесь. Но у вас там сейчас все занято. Зато я вижу, что у вас сейчас пробел вот здесь. Я готова его закрыть. Когда я буду на этом месте, я сделаю вот это, вот это, вот это и вот это. При условии, что когда я все это сделаю, мы с вами поговорим о следующей позиции. Вы думаете, они меня взяли? Конечно. Потому что, если вы знаете, какая у них проблема, и вы помогаете им решить эту проблему, ни один разумный руководитель от вас не откажется. Ну а если он от вас отказался, значит, он был неразумным руководителем, ну тогда вам повезло. Вы не попали в болото или в какую-то неприятную ситуацию. Итак, подвожу итог. Если вы хотите двигаться по карьере, вы определяете для себя вот эту вот линию, вы определяете, какие умения и навыки вам нужны, вы получаете эти навыки, вы их развиваете в себе. Причем очень часто это совсем не профессиональные умения, это то, что называется мягкими навыками, выступать публично, общаться и так далее. Вы делаете себя нужным. Вы находите слабое место в той компании, в которую вы хотите попасть. Приходите, говорите, я закрою это и обязательно должны рассказать им о результатах. Потому что их интересует решить проблему. И они всегда знают, что они представляют себе в качестве конечного решения. Если вы приходите и говорите, вот оно, ваше конечное решение. И они говорят, отлично, мы вас берем, попробуйте, это точно сработает.